Итак, какие же войны допустимы с точки зрения Торы? Мы знаем, прежде всего, это войны оборонительные. Если, как в отечественной войне, на тебя нападает, нападает на твою страну, тут безусловный вопрос. И есть еще ряд войн, например, война по Божьему приказу. Мы смотрим, конечно, нам трудно понять это, но, по крайней мере, в Библии есть такие войны, да? И совершали войны, и они выполняли действия, убивали всех врагов, а, наоборот, если не убивали всех врагов, оказывается, они поступали против воли Бога, да? Ну, я, по этой-то, не знаю, как это расценят. Нужно иметь мудрость, иметь откровение по этому вопросу, но, по крайней мере, об этом говорится. И мы видим, вот, Бог приказывал, да, уничтожьте всех на этой территории. Правда? Израильтяне не уничтожили всех на этой территории. И это привело к тому, что Израиль впал в идолопоклонство. Таким образом, что было бы больше злом? Уничтожение этих язычников и то, что произошло с Израилем. Вы помните, Северное Царство было разрушено, и так не восстановилось, да? Южное Царство Иудея на 70 лет было отведено в рабство, восстановилось, а потом опять было разрушено. Так что было бы меньшим злом? Убить их всех, правда? Потому что это был Божий приказ. Бог всегда знает, что для нас является самым лучшим. Ну, если у нас нет возможности лучшего из лучших, то Бог делает лучшее из худших. Согласны? Бог делает лучшее из худших. Хорошо. И ни в коем случае нельзя попадать под влияние какой-то пропаганды, уже пророков или толпы. Потому что сказано, не иди за большинством, если большинство против Божьих законов, правда? Часто у нас войны сопровождаются соответствующей агитацией, пропагандой, для того, чтобы образ врага так выявить. Мы знаем, это Первую мировую войну, тоже шапка закидательства была, шапками их закидаем, там еще был лозунг Первой мировой войны. Не закидали. Вторую мировую войну тоже не закидали. Правда? Так что пропаганда пропагандой, верующий должен действовать по Божьим законам. Есть допустимые и недопустимые вещи. И хотя есть допустимый грех, все равно он остается грехом. Третья ситуация, когда допускается убийство, но не является убийством, это казнь. Сейчас, видите, у нас такой гуманизм, что во многих странах смертная казнь запрещена. Это по Божьим законам или нет? Нет. Есть такие вещи, которые караются конкретно смертной казнью. Да? И я так просматривал, нашел 8 таких пунктов, или 8 таких вот ситуаций, которые человек наказывается смертной казнью. По Торе, опять-таки. Ну, если у вас... Почему, видите, смертную казнь не применяют? Просто потому, что не всегда наше законодательство, да, может правильно установить. Я вам уже рассказываю, в прошлый раз, когда я рассказывал эту тему, я приводил такой пример. Когда я работал психоневрологом в Великомихаевском районе, следователь прокуратуры, он был любшим моим корешем. Вот, я часто туда ездил, на различные места преступления, мне приходилось и писать протоколы, свидетельствования, как, так сказать, ну, нету там судмедэкспорта, вы знаете, как приходится в районе работать. Вот, так же преступники проходили через мои руки, алкоголики и так далее. Один местный авторитет, он меня очень любил. Я говорю, доктор, ты только скажи, кого тебе нужно убрать. Я тебе все сделаю. Все, что ты скажешь, сделаю. Кстати, зэки, они очень хорошо обычно относятся к врачам. Потому что, они знают, что от врача очень многое зависит, правда? В их судьбе. Вот, и вот мне прокурор рассказывал такой случай. Один человек разозлился на свою дочку, она там где-то гуляла, что-то делала, в общем, он ее побил, она выбежала, все село это видело, и бросилась с обрыва. Гуднестр. И не выплыла. Никто больше ее не видел. Через какое-то время прибило труп женщины, ну, естественно, уже обезображены. Не было такой экспертизы, знаете, что по генетическим тканям, это так просто разговоры говорят там, или восстановление по черепу, это слишком дорого обходится, да? Платье такое же, ну, опознали, что это она убита. Его обвинили в непредумышленном убийстве, и посадили на семь лет отца. приходит пять лет, он сидит, он сидит на дрова пилит, проказнили, да? То есть, в таком смысле мы можем понимать, что смертная касть, конечно, бывает, может заменяться заключением, но, опять-таки, есть ситуации, которые конкретно, Тора говорит, что нужно смертная касть. Прежде всего, вы знаете, это предумышленное убийство, если вина преступника доказана. Если какие-то люди свидетельствуют или там делают подлох в процедуре закона, то в Торе они должны понести то же самое наказание, которое они сделали другому человеку. Итак, первое, предумышленное убийство, если вина преступника доказана. Но даже в эпоху храма один синедрён, по-моему, в три смертных приговора за всё своё существование, значит, вынес где-то за 20 лет. И это синедрённо назывался кровавым. Понимаете? Это нужно абсолютно, 100% должна быть доказана вина. Тогда убийство. Кто ударит человека, да, смертный, три смертных приговора за 70 лет. Он назван был в Талмуде кровавым. За 70 лет три смертных приговора. Предумышленное убийство, значит, кто ударит человека, та, что он умрёт, да будет предан смерти. Но если не зовут шлял, да, то помните, есть городо-убежище. Исход 21 глава, 12-й, 14-й стих. И если кто убьёт какого-либо человека, тот предан будет смерти. Левит 24 глава, 17-й стих. 2-е. Кровосмешение, скотоложество, гомосексуализм. Кровосмешение, скотоложество, гомосексуализм. Я зачитывать всё не буду. Это Левит, Дига Левит. Например, 20-я глава, 11-го, по 18-й стих. Левит тоже, 20-я глава, там есть другие ещё места. В общем, 21-й главе есть, несколько таких мест, и вы можете там найти. Подробно говорится, что является, да, нельзя ложиться с мужчиной, как с женщиной, а гомосексуалисты говорят, а если как с мужчиной, то можно. А гомосексуалисты говорят, что это заповедь. Заповедь, нельзя ложиться с мужчиной, как с женщиной, а если как с мужчиной, то можно. Вы понимаете, всякие возвращаются. То есть, по теории, гомосексуализм, не только трава нельзя давать, а вообще их нужно тут же казнить, да? Но, опять-таки, будьте милостивы. Если в вам церковь придёт гомосексуалист, что вы сделаете? Представьте его на почётное место, да? Ну, вы понимаете, что есть церковь, тело Христа, да? Но церковь, она и служит для исцеления различного рода людей. Потому что за этого человека нужно молиться, и особенно молиться, и о покаянии. Пусть он будет на ваших собраниях, но он не должен быть членом вашей церкви, да? Не должен быть телом Христа, не должен принимать хлебопреломление. Если он ведёт себя нормально, ну, понятно, есть люди провокаторы, то какой бы он грешник не был, пусть приходит именно для этого, и существует церковь на этой земле, иначе мы бы уже всё там были бы, зачем бы здесь, правда? Но поощрять это нельзя, да? Поощрять это ни в коем случае нельзя. Ну, женский гомосексуализм тоже есть, но он напрямую так не сказан. Но если мы в Новый Завет видим, да, что женщины возбуждались на женщинах, да, и мужчины на мужчинах. Там уже говорится о гомосексуализме. То есть однополое. А также, значит, если невестка, все родители, если близкие родственники, да, и так далее, со скотиной, там предать смерти, скотину убить, в общем, посмотрите, 20-е, 21-я глава, да, исход. Я вам полностью не буду зачитывать все, но там очень много мест, которые говорят об этом. То есть конкретно, да, говорят, будут преданы смерти, и кровь их на них. Третий случай – это блуд и изнасилование. Блуд и изнасилование. Значит, если кто-то изнасилует девушку или женщину, женщину замужнюю, будет предан смерти. Если же это блуд, то есть оба виноваты, то кто должны преданы смерти? Оба должны быть, да. Если не доказано насилие, там сказано, если это где-то было в степи, там в лесу где-то, люди не слышали, да, то, естественно, в таком случае решается вопрос, что женщина не виновата. Если девушка обрученная мужу, то с ней также нужно относиться, как и с замужней, да? А если она не замужняя и не обрученная, то что нужно сделать с насильником? Ну, вот, например, в древней молдавской культуре, ну, не такой уж, в древней, его кастрировали. Публично при всем селе. Ну, мы гуманисты все-таки, да? И поэтому Тара говорит, что более гуманно он должен на ней жениться, либо, если она не хочет жениться, то он должен заплатить определенный штраф, да? Но если он женится на ней, то что без права развестись. А женщина всегда может устроить мужчине ад, если он не будет с ней хорошо относиться. А если изнасилование, да, а если блуд, то есть блуд, ну, добровольно, да, вот девушку из этого взяли, что случилось, да? Он должен на ней жениться. Правильно? А если изнасилование... Вот еще тоже будет интересно, когда будем разбирать аборты, если ударить женщину, и женщина сделает выкидыш. А расценивается ли выкидыш как убийство? Вот посмотрите внимательно, там есть определенные показатели, да? Значит, в некоторых случаях это не расценивается как убийство. В таком случае, потому что, видите, еще неизвестно, женщина доносит или не доносит, да? Вот. Но это некоторые считают показанием того, что можно делать аборты, но я не думаю, что это показание, да? Да вот. Четвертое. Это бунт против родителей. Видите, даже если сказано, что кто убьет отца, а исход 21 глава 15 стих, кто ударит отца своего или свою мать, ударит или даже замахнется, или будет злословить, исход 21 глава 17 стих, там повторяется слово колаль, то есть говорить худое, не обязательно даже проклинать, да? Да. Того должно предать смерти. Если у кого сын буйный и непокорный, и, в общем, различные меры пресечения не дают эффекта, вторая сукония 21 глава 17 по 21 стих, тогда родители должны подойти к общине, жители города пусть побьют камнями, до смерти, и так истреби зло среди себя. Правда, этот, как говорят, юлейская традиция, закон никогда не был практически применен. Пятый случай. Похищение людей с любой целью, да? С целью выкупа или с целью обращения в рабство и так далее. Значит, четвертый. Это бунт против родителей, даже не обязательно убийство. Пятое. Это похищение людей. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то есть либо продаст в рабство, либо он будет в руках у этого человека, то есть различные мотивы могут быть похищения, может быть шантаж, да, может быть с целью какого-то выкупа и так далее. То в любом случае нужно предать его смерти, да? Исход 21 глава 16 стих. Виновный в создании опасной для жизни человека ситуации, если он был предупрежден и знал об этом. Если волк бодливый был, помните, вчера и третьего дня и так далее. То есть есть случаи, когда человек, убийство происходит ненамеренно, да? Вот, но понятно. Дело, в таком случае человек не подлежит смертной казни. Ну, например, ехал ты на машине, да, обнаружив, что тормоза у тебя не работают, и ты наехал на человека, задавил его, да? Ну, а знаете, анекдот Хрузинский. Вот, сдает на права, сдает, а ты едешь, погонная дорога, слева высокая скала, справа глубокая пропасть, впереди бабушка, старушка и девушка. Кого давить будешь? Ну, думает, думает. Ну, старушку задавлю. Ну, девушка же еще жить будет. Не, неправильно. Ну, ладно, девушку задавлю, старушку жалко. Неправильно. Тормоза давить будешь. А если у тебя тормоза не работают, да? Ну, если у тебя тормоза, как говорится, не работали вчера и третьего дня, и ты знал об этом, и другие знали, что могут засвидетельствовать об этом, то тогда такая же самая будет, как и за предумышленное убийство, да? Ты не просто это допустил, но ты знал, что это могло произойти, и все равно продолжал так делать. И так же убийство является, даже есть принуждение людей к убийству или принуждение людей к самоубийству, правда? Это не является напрямую убийством. Но если ты человека довел до такой ситуации, что он покончил с собой, как вы думаете, это виноват человек или ты? Это не самоубийство, это убийство. Это доведение до убийства есть такое. До самоубийства, доведение до самоубийства. Хорошо. Итак, шестой мой пункт доверия – виновность создания опасной для жизни человека в ситуации, если он знал об этом. Седьмое – колдовство и идолопоклонство. Причем не наказывается идолопоклонство нееврея, потому что он сам по природе идолопоклонник. Правда? Да. Но идолопоклонство – еврея. Значит, Левитам, 20 глава, 27 стих. Восьмая ситуация. Так, седьмая – это колдовство, идолопоклонство, но это, говорится, не об идолопоклонстве. Если он блудник или идолопоклонник, Новый Завет говорит, да? Так что делать? Это только к тем относятся, которые являются членами вашей церкви и ходят к вам. Но с таким уже не общайся, да? Будет он тебе хуже язычник. Почему? Язычник покаяться, а это человек, который знал благодать Божию и отверг ее. Правда? Да. Значит, Левит, 20 глава, 27 стих. Ну, вы посмотрите, 20 и 21 главы, они как раз все вот эти законы рассматривают. Еще. Ложное пророчество, хула Божьего имени, призыв не выполнять законы Бога и извращения Божьих законов. «Ложное пророчество, хула Божьего имени, призыв не выполнять законы Бога и извращение Божьих законов». Это можете записать, я не буду вам диктовать, но вы помните, что всех колдунов, пророков и так далее. Что с ними нужно делать? Побывать камнями. Если бы мы жили по этому завету, знаете, сколько бы пятидесятических пророков убили камнями? Я, по крайней мере, одного знаю, одна пророчество. Это еще было до 21 века. Вот, говорит, скоро Иисус придет, вы не женитесь, не дай Бог. Девушки, не выходите замуж. А мы знаем конкретно же, даже в Новом Завете это как свидетельство за пророчество. А то вот придет Иисус, вы вознесетесь, а дети останутся здесь, младенцы. Боже мой, 10 лет прошло. Которые умные, женились и выходили замуж, и у них уже дети взрослые. Вот такая ситуация. А правда, этой женщине запретили пророчество, ну, по милости Божьей мы. Но если бы это было в Танахе, да, что бы сделали с такими? Побили бы камнями. Любое уже пророчество от имени других богов. Пророчество Таразакония 18-20 стих. Левит 24-16 стих. Таразакония 13-4-5 стих. Таразакония 13-6 по 10 стих. И так далее. Есть очень много. К сожалению, наши законы государств более чем гуманны в области половых извращений. Блуда. Но мы не должны, конечно, нарушать Божьи законы и предавать смерти преступников. Но изгонять из среди себя мы их должны. Видите, с такого рода все люди, они могут, блудники, и прелюбодеи, и так далее, не могут повсещать церковь, но они ни в коем случае не должны быть членами церкви. Согласны? А в тех случаях, если их поведение вызывающее и нарушает общие такие социальные, как говорится, мерки, мы имеем право любого человека выгнать со своего собрания. Правда? Хорошо. Еще интересно, видите, что исключение составляет укрывательство беглого раба у своих диктатур и массовых репрессий. Тогда законы государства мы можем не выполнять. Да? Есть об укрытии беглого раба? Нельзя выдавать беглого раба. А к евреям это относится? Правда? Если вот эстапа преследовала еврея, или к вам приходит человек, да, и просит у вас убежище, да, значит, вы должны представить на основании этого закона запрещающего выдачу беглого раба. Поэтому укрытие евреев во время фашистского террора, и эти люди не являются преступниками, а праведники мира, и в божьих, и в человеческих глазах. Хорошо. Есть такие убийства, которые разрешены человеческим законом, но запрещены Богом. Есть у нас время? Есть, да. Это эвтаназия и аборт. То есть насильственное прерывание беременности, да? Есть, я не знаю, на Украине уже дошло это этого или нет? А? Эвтаназия и аборт. Да, да, эвтаназия и аборт. Есть у нас разрешение на эвтаназию? Нет еще пока, ну слава Богу. А на аборт и есть, да? Видите? Значит, что такое эвтаназия? Это гуманное, так сказать, в кавычках, умершление стальников, больных, а также, как говорят, непригонного генетически-человеческого материала. Различных умалишенных, больных, бездомных, неизлечимо больных, страдающих депрессией. Некоторые сами хотят добровольно уйти из жизни. Если вы помогаете человеку совершить самоубийство, являетесь вы убийцей? Конечно, вы являетесь соучастником убийства. Было такое клятва Гиппократа, но сейчас этой клятвы Гиппократа нет, конечно, которая запрещала вот такие вещи делать врачам и аборты. Поэтому сейчас мы не делали клятву Гиппократа, мы давали клятву советского врача, а сейчас Советского Союза вообще нет. И творят, что хотят, только шепки летят, да, как песня поется. Естественно. Ну, атеисты обычно, странно им, почему нужно спасать человека, который обременительен для общества. Тем более фашисты, они считали, что можно вывести таким образом лучшую породу. Гитлер даже одну свою двоюродную сестру отправил в газовую камеру. Вы знаете, что в роду Гитлера было много сумасшедших. Да и сам-то, я не считаю, что вполне психически нормальный человек был. Правда? Даже если человек лежит без сознания или тяжко мучается от боли, нельзя совершать какие-то действия, направленные на ускорение смерти, хотя бы на одну секунду. Я сам виноват в убийстве двух человек, я честно говорю. Но это были такие именно случаи, когда были безысходные. То есть, есть активное и пассивное. Активное, это когда ты вводишь яд, типа, как усыпляешься, но, слава Богу, в этом нет. А есть пассивное, когда просто родственники посовещаются и говорят, ну, всё, ничего больше делать не будем, пусть умирает, да? Ну, в таких случаях я виноват был, да. Два человека на моей смерти, то есть я убийца. Убийца, конкретно убийца, многие женщины тоже убийцы. Правда? К сожалению. Вот, хотя с точки зрения такого юридического, в общем-то, ничего, всё нормально. Отключаем аппарат. Всё, что, доктор, отключаем аппарат, отключаем. А что делать дальше? Правда? Так, хорошо. Итак, иудаизм категорически отвергает активную эвтаназию, но в некоторых случаях пассивной эвтаназии, ну, например, если очень длительное время и на аппаратах, и это может привести к разорению, да, родственников, приходится решать вопрос, да, о прекращении. Есть отдельные случаи. Ну, они тоже должны определённым образом оговорённые быть. Активная эвтаназия, то есть введение какого-либо лекарственного препарата с целью умерщения больного, да, оно является недопустимым. Что касается ребёнка с врождённым дефектом, да, жизнь ребёнка с врождённым дефектом является таким же важным и ценным для Бога, как жизнь здорового человека. То есть лишить его жизни тоже нельзя. Поэтому иудаизм предписывает все возможности медицины применять для спасения и излечения. И второй тип убийства, которое разрешается обществом, это аборты. Это настоящий геноцид. Я этот материал готовил раньше, поэтому у меня статистика несколько лет устаревшая, но не думаю, что стало лучше. По статистике 2004 года в Украине родилось 400 тысяч детей, в то время как 500-700 тысяч женщин совершили аборты. В Украине родилось 400 тысяч, было убито 500-700 тысяч. 2004 год. Только по Украине. По всему человечеству это целая необъявленная война, да, как говорят, геноцид и так далее. Вот по данным интернета, значит, да, то, что было на Украине только за один год, за 2004 год превышает потери армии Соединенных Штатов за все годы Второй мировой войны. А в Соединенные Штаты раз в 5 или 6 больше по населению, чем Украина, да? Сколько там, 250 миллионов? У нас где-то около 40 или 50, сейчас точно не знаю. В России за тот же год, значит, по данным, ежегодно делается 1,6 или 1,7 миллионов абортов. Трудно провести точную абсолютную статистику. Да, по другим сведениям, даже 2,4 до 2,5 миллиона абортов в год, потому что есть аборты, которые записываются, есть аборты нелегальные, да, не записываются и так далее. Да, вот 300 миллионных Соединенных Штатов, количество абортов достигает 1,4 миллиона в год. Да, по неофициальным данным реальная цифра может превышать официальные данные, о которых я говорил, в 3-4 раза. Ну, самый такой богатый год, это в 90-е, 91-е годы тогда, ежегодно в России было 3,5 миллиона легальных только абортов в год. Легальных, я говорю, сейчас нелегальные, цифру умножайте на 3 или на 4. Вот так. То есть, каждые сутки, каждые сутки, 5 тысяч нерожденных детей преднамеренно убиваются. Рождаются меньше. Помните, я говорил о Украине? 400 рождаются, да, 500-700 тысяч убиваются. То есть, аборт – это не только нарушение заповеди убийцы, но также нарушение фундаментальной заповеди человечества, плодитесь и размножайтесь. Однако, есть определенные случаи, вот здесь у меня есть записанные медицинские показания, если можете посмотреть, если кого интересует ли, которых допускается аборт. То есть, в каких случаях допускается аборт? Да, если женщине, да, грозит серьезное заболевание, да, или смерть. Почему? Вот католическая церковь, например, вот есть случай, опять-таки, нужно спасать либо женщину, либо плод, да? Бывают такие случаи, когда нужно делать выбор. Католическая церковь говорит, что нужно в любом случае спасать плод. По какой причине? Женщина уже крещеная. Она куда идет? В рая. А ребенок некрещеный. Знаете, что делать с некрещеными этими тьми? Вот не покрасили, он в ад пойдет. Ну, это абсурд, конечно. Это абсурд. Ребенок не совершил никакого греха. Другое дело, что я не знаю, как ребенок может выполнить план Божий, да, для него предназначение. По крайней мере, он не получает ни награды, ни наказания. Я так думаю, поэтому ни в каком случае, ни в каком аде, говорится, нельзя. Но, к сожалению, вот так они решают. Поэтому ребенка нужно обязательно спасти и покрестить. Иудаизм говорит, что в том случае надо решать в пользу матери, да. Мы не знаем, выживет ли ребенок, родится ли ребенок и так далее. А мать может еще родить. И есть определенные законы. Берут, например, помните о птице закон, да? Если есть гнездо и птенцы, кого нужно забирать? Птицу или птенцов? Ну, лучше, конечно, если ты не тех, не других, да? Ну, мой отец в голодный год, он и тифом болел, и все, он съел, ел все подряд. Кто не ел, те умирали, а он крапиву ел, травы разные находил, вороньи гнезда, ел засиженные яйца, птенцов, ну, как-то выжил, правда? А люди до людоедства доходили. И, видите, святость ребенка, нельзя говорить такое понятие, вот мы говорим плод, как будто бы это плод, это не ребенок, да? Плод это что-то такое, а ребенок это ребенок, да? Ну, плод это и есть ребенок. Вот, Псалом 138, помните? Не закрыты были от тебя кости мои, когда создаем, был тайный, образуем в глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои, и так далее. То есть, Бог является создателем, да, человека. Но, скажите, всякое ли семя, семя настолько свято, насколько плод? Давайте подумаем. Но это по вопросу противозачаточных, да? Некоторые запрещают противозачаточные. Значит, ребенок, каждый ребенок имеет право на жизнь, да? А теперь подумайте, сколько образуется яйцеклеток в жизни женщины? Ну, каждый месяц, ну, не считая периода беременности и нескольких месяцев после беременности, да? Сотни. Если бы каждая яйцеклетка была так же свята, как организм, неужели Бог бы допустил, чтобы у женщин происходили менструации? Вот тогда у женщин ни одной бы менструации не было, она была бы всякий раз должна была рожать. Согласны? А про мужчину говорить страшно. Ой-ой-ой, сколько у него каждый день этих сперматозавров бегает. Жуть! И если бы каждый был настолько свят, насколько был человек свят, да? Неужели бы Бог допустил бы это? Согласны? Поэтому надо разумно. Видите, в человеке есть биологическое начало, и в человеке есть какое начало? Духовное, да? Божье начало. И когда человек становится духом? В момент зачатия, да? Дух Божий создает вот дух человеческий, правда? Можно сказать, что в зачатии человека участвует трое, да? Отец, мать и Бог. Согласны со мной? И с этого момента ребенок становится человеком. Не тогда, когда рождается, а с этого момента зачатия. Но до зачатия это человек или это просто биологическое? Биологическое, нечто биологическое, да? Хорошо, мы имеем свободную воду. Я вам свои доводы личные, так как я это понимаю. Вы можете говорить это по-другому, да? И если мы, извиняюсь, каждый раз будем совершать, как это совершают животные, то каждый раз женщина будет беременна. С чем будет мужчина, извиняюсь, отличаться от самца животного? Ничем, правда? То есть мы даны свободную волю иметь. И я считаю так, что показания, есть только два показания для контрацепции. Первое. Это если беременность угрожает жизни или здоровью женщины. Беременность угрожает жизни или здоровью женщины. Если некоторые говорят, а вот какой-то вот плод. И вообще непонятно, а может он идиотом выйдет? У вас какие-то были наследственные болезни, да? Должны ли вы этого лишаться? А мы не знаем, что будет, да? Мы не знаем, что будет. Может быть, идиот родится, может быть, гениальный. Может, и идиот как-то послужит славе Божьей, понимаете? То есть аборт делать нельзя. Но если мы видим, что беременность угрожает жизни или здоровью женщине, то в таком случае кого надо беречь? Женщину. И в таком случае контрацепция допустима. И второе, если супруги выполнили заповедь, плодитесь, размножайтесь. То есть решайте хоть по Гелелю, хоть по Шамаю. Тут главное, Бог не дает такие строгие рамки, понимаешь? Не выполнил в ад, не выполнил в ад, да? Но если человек просто говорит, я хочу насладиться этой жизнью, не хочу иметь детей. Как вы думаете, это бунт против Бога? Естественно, это бунт против Бога. А если уже достаточное количество детей, и остальные будут еще больше бедности жить, и если наплотишь, извиняюсь, и не сможешь их воспитать, не сможешь ничего им хорошего дать. Видите, родители, слово родить, а еврейское горим, наставники. Мало родить надо что? Вырастить ребенка. Плодитесь и размножайтесь. Умножение, а не деградацию. А не деградацию. То есть, понятно, какие же это спустивы, контрацептивы? Я еще раз говорю, если в вашей церкви учат, и у вас такая голоха, но вы тоже имеете мудрость выполнять или не выполнять голоху, если она идет во вред здоровью человека, понимаете? Значит, нельзя ни в коем случае проводить любые внутриматочные контрацепции. Ну, например, спираль. Потому что по оплодотворению оно не происходит в матке, оно происходит выше. Из-за этого в трубах часто бывает нематочная беременность и так далее. А нематочная контрацепция, когда спираль просто не дает приживаться плоду, и это уже не приживается оплодотворенная яйцеклетка. Стерилизация, необратимая стерилизация, и вообще кастрация животных запрещена, а тем более человека, потому что плодитесь и размножайтесь, и это приравится к нанесению увечья, и поэтому запрещается. Может быть допущено, опять только в случае чего, медицинских показаний. Медицинских показаний. У меня был такой случай, ну, это как раз были еще 90-е годы, я еще работал врачом, но, по-моему, еще и деньги старые были, помните, купоны, всякие талоны. А тогда 20 долларов это вообще были как 100 рублей, старых хороших 100 рублей. И вот одна женщина, в 20-й поликлинике я работал, приносит ко мне 20 долларов, дает, и напиши ей. Я не знаю вообще-то принципы, зачем ей нужно было по медицинским показаниям, если ей так аборты делают, ну, видно, чтобы это оформлено. А я, по-моему, верующий был, ну, 93-й где-то год. Я говорю, я не буду это делать, не буду делать. Она говорит, я пойду к главному врачу, я говорю, я не буду делать, я не буду способствовать убийству ребенка. Ну, так я и не сделал. Понимаете? Ну, если есть медицинские показания, и конкретно, да, она хотела, чтобы я ей ложную справку выдал, что есть у нее такие показания. Так, значит, допустимое какое? Самое лучшее – это предохранение по циклу. Ну, кто у меня старый, я вам давал некоторым, да? Это очень хорошо, потому что есть определенные периоды, когда можно и нужно воздерживаться, а есть определенные периоды, которые можно воздерживаться для того, чтобы не происходило оплодотворение. Ну, это требует действительно внимания. Ну, и с другой стороны, чем хорошо, если действительно Божья воля, то все равно подзалетишь, да? Бог захочет, так подзалетишь. Презерватив. Презерватив – старое, хорошее средство, не вредное. Ну, опять-таки, видите, то, что у нас презервативы там десятилетним школьникам раздают, а может даже и раньше, я не знаю, и тем самым поощряют их половым связям. Ну, понятно. Ну, я опять-таки говорю. Колпачок внутриматочный. Относительно оральных гормональных контрацептивов. Есть гормональные контрацептивы, которые препятствуют выходу, да, яйцеклетки. Ну, во-первых, они, в общем-то, не безвредные. Не безвредные. И я, когда работал в физкультурной диспансере, то там применяли спортсменки, но, допустим, чтобы не попала менструация как раз на время спортивных соревнований, да, и так далее. Но все равно это не безвредно. Это не безвредно. Нельзя употреблять таблетки, типа, как говорят, на следующее утро. На следующее утро это таблетки, провоцирующие менструации. Поэтому, может быть, выкидыш уже оплодотворенного зародыша. И различные другие. Вот, то есть, мы должны мудро подходить этому. И мы должны помнить, да, что ребенок это полноценное существо, даже если еще находится в утробе. Вот, здесь у меня данные Замир Каэн написал, вот, да, что интересно, что, значит, ребенок, в комментариях Раши говорит, что ребенок в очреве обоняет запах еды и хочет кушать. Если женщина хорошо поела, то хорошо, а если женщина голодная, то оба в опасности. Поэтому не должна беременная нюхать еду и не кушать. Очень кустую, да. Однажды беременны по их чувству запах еды в Йом-Кипур. Пришли к рабе и гуде и спросили, как себя вести. Он сказал, пойдите и шепните ей на ухо, вот, и чтобы она покушала, да, и она покушала. Хорошо, значит, тело человека. Видите, у 24-недельного зародыша проявляется развитие нервной системы. Он двигает глазами определенные части сна, так же, как это делают дети и взрослые. То есть, даже ребенку, хотя он ничего не видел, оказывается, снятся какие-то сны, да. А ребенок, очень хорошо обладает слухом, поэтому женщина должна слушать хорошую музыку, не такой рок, от которого крысы догнут, да. Вот, там, дорогие товарищи музыканты, спасибо, что вы выступили в прошлый раз в нашем колхозе в амбаре, приезжайте на следующий раз. Все крысы подохли, да. Понятно. И ребенок может слушать даже отношения к матери, если вот мать проклинает, типа, вот, я залетела, вот, я за тебя, там, и так далее, да, и это тоже откладывается, оказывается, за ребенка. Ребенок слышит сердцебиение матери, ребенок слышит голоса снаружи, он даже может как-то определять, куда женщина идет, допустим, если она идет в синагогу, или она идет в концертный зал, или на стадион, и так далее. То есть, ребенок это святое. Насчет плода решайте, думайте сами, решайте сами, да, иметь или не иметь, естественно. Все, что может быть и благословением, и проклятием, в зависимости от того, как мы это принимаем, и как мы приносим это перед лицом Божьим. Хорошо. Ну что, делаем отдых, да? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok